Екатерина II в новосибирском метро. Это не сюжет мистического рассказа, а исторический перформанс в преддверии Международного фестиваля культуры российских немцев. Тему продолжит Елена Мирошниченко. Часто говорят, понедельник день тяжелый, но сегодня настроение пассажирам подземки поднимали артисты российско-немецкого дома. Шуточными немецкими песнями, народными танцами, сувенирами и яблоками. Так принято в Германии. По истории бросали яблоками в толпу людей. Так выражалась удача, желание богатства. Сегодня фрукты в Сибирюков, конечно, не бросали, а вежливо угощали. А в разгар появилась сама Екатерина II. Всем иностранным дозволяем империю нашим езжать и селиться, где кто пожелает, во всех наших верниях. Это исторический перформанс. Артисты вспоминают события 1763 года. Тогда Екатерина II издала манифест. Разрешение оселиться европейцам на свободных русских землях. Так и появилось понятие «российские немцы». Тогда они заняли по Волжье. Сегодня живут по всей России. Например, в Новосибирской области их 32 тысячи. Это данные на 2010 год. Самая большая диаспора в регионе. В Сибирь немцы попали главным образом в период депортации в 1941 году. По указу Осипа Сталина. Но надо сказать, что в царский период немцы ехали в Сибирь, но ехали добровольно. В период реформы Петра Столкина. Не искали экономического или политического убежища. Ехали как специалисты. И сегодня представить себе историю России без участия немецких ученых, композиторов, врачей сложно. Подробнее познакомиться с культурой сибиряков приглашают 15 и 16 сентября на фестиваль «Немецкая слобода». Там будут представлены концертные программы с часу до трех часов дня. 16 сентября состоится ремесленная слобода. Будут организованы творческие ремесленные мастерские с бесплатными мастер-классами для всех желающих. И вместе с ним пройдет еще и галоконцерт фестиваля. Подробнее можно узнать на сайте Новосибирского областного российско-немецкого дома. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила, Руслан Гвоздев. Новости ОТС.